Большая часть из того, что произносилось, некоторым образом далековато от ваших реальных потребностей. Или мне это показалось? Потому что если вы студенты журфака, которые в перспективе собираетесь работать в медийке, то тогда, безусловно, это для вас чертовски актуально. Если вы просто студенческие медиа, которые на сегодняшний момент производят какой-то студенческий контент в границах своих университетов, то в этой ситуации у вас стоят более насущные проблемы, нежели чем особенности мультимедийного стори-теллинга оттуда. Или поиски какого-то ракурса. Поэтому я сегодня с утра скорректировала нашу лекцию, добавила в нее пять дополнительных слайдов. Если мы будем хорошо и плотно работать, мы успеем пройти и первую часть, и вторую. И, соответственно, я со своей стороны готова ответить вам на те вопросы, которые вчера по ходу возникали. Я очень хорошо и давно знаю Илью Кирилю, Олега Медведева и Максима, который вчера рассказывал вам про соцсети и блогинг и так далее. На самом деле, я честно скажу, я готова поспорить по каждому сказанному им тезису. Значит, объясню, почему у меня есть на это некоторое право. Кроме того, что я преподаватель журфака МГУ и руководитель направления радио на журфаке МГУ, 17 лет я этим занимаюсь, преподаванием. Я еще 17 лет работаю в бизнесе. Я кризисный менеджер, который выходит на отстройку бизнес-проектов. Меня приглашают в тех случаях, когда у бизнеса возникают сложности, когда бизнесу нужна прокачка. Я выхожу на проект, я отстраиваю проект, и потом я его передаю более спокойному, мирному менеджеру, который его доводит еще после меня 2-3-5 лет. После чего бизнес опять приходит к некую стагнацию, ему опять требуется драйвер. Это, собственно говоря, такая российская особенность радийного бизнеса. Очень многие радиостанции драйвятся кризисниками. То есть вышел кризисник, отдрайвил бизнес, бизнес столкнул, с мертвой точки он покатился. Как бы сажается правильный, комфортный, уютный человек, потому что, я уже говорила сегодня студентам, кризисники плохо совместимы с мирной редакцией. Потому что кризисники редакцию выжигают. Потому что редакция должна очень быстро прийти в состояние предельной мобилизации. С этой точки зрения кризисники на длинной дистанции, они для бизнеса опасны. То, что я вам буду сейчас рассказывать, это, как бы, на журфак я вернулась полтора года тому назад. И одной задачей, которая была передо мной поставлена руководством, это было создание студенческого медиа, студенческого радио, которое должно было бы выполнять почти невозможную задачу. Кстати, одним из самых популярных медиаплощадок журфака МГУ, с одной стороны, а с другой стороны, с официальным рупором факультета. Я думаю, что многие из вас с этой ситуацией сталкивались, она достаточно сложная. И послушав вчера выступление наших коллег и кулуарные разговоры, почему я спросила, мне очень досадно, что уехала в Кабардино-Балкаре, потому что вопросы, которые они задавали мне после наших встреч, вчерашних, это, по сути, ответы на них я готова дать вам сегодня. Итак, студенческие СМИ, корпоративная медиа. Я абсолютно убеждена, что то, что вы делаете, это не имеет ни малейшего отношения ни к творчеству, ни к каким-то высоким материям. Это корпоративная медиа, и все вы, по сути, так или иначе, производите корпоративная медиа. И по этому поводу не нужно иметь никаких иллюзий. У вас есть конкретные задачи, которые вы должны реализовывать, и есть конкретные механизмы, с помощью которых эти конкретные задачи могут быть реализованы. Все очень хорошо и прекрасно было вчера обсуждено. И я согласна со своими коллегами, если бы они занимались прокачкой коммерческих медиа, которые работают на различных медийных площадках, где бы они стимулировали творчество, мультимедийку и прочие вещи. Замечательно, когда ты можешь уйти в интернет и там, сидя с собой в тапочках, стоптанных, вытянутых трениках, делать эскопистский проект какой-нибудь, как вчера Дмитриев рассказывал, как есть каша на 11 минут и зарабатывать на этом деле какие-то деньги. Но это не та задача, которую решаете вы, создавая корпоративные медиа. Замечательно, когда у тебя есть идея, и ты ее делаешь. Мне очень понравился вчера тезис про личную свободу, но те, кто из вас реально делает университетские медиа, газеты, телеканалы или что-то еще, вы знаете, прекрасно, что ты приходишь с невероятной неземной идеей, а тебя эту идею заворачивают просто потому, что у вас другие задачи. Замечательно, когда то, что ты делаешь, нравится официальным структурам твоего факультета. И они прям в восторге от твоих мемасиков, от ничоси с лицом твоего декана и поощряют развитие мемов и прочие радости. Но, как показывает практика, зачастую это не совсем так. Очень клево, когда у тебя огромная аудитория, и ты можешь сфотографироваться или снять видео, как Парфенов на фоне бутылки дорогого вина и окупить полностью все производство, причем из Европы. Если вы видели последний или предпоследний Парфенон, в общем, он ничего не сказал, но все увидели бутылку вина, которую он распивал. И это замечательный способ тоже разновидной журналистики. Очень здорово, когда у тебя есть команда единомышленников, и ты умеешь делать питчинг, не путать с другим неприличным словом. Значит, это то, о чем вчера рассказывал Кирия. Но, как показывает практика, прежде чем делать питчинг, надо еще понимать, надо понять, как дойти до того человека, который примет твой проект. И пока ты будешь к нему пробираться через сложно сочиненные надстройки, ты просто этого проекта по дороге лишишься. На самом деле, я утверждаю абсолютно однозначно, готова как это получить, как Кирия вчера жаждал получить помидором, яйцом тухлым. Я утверждаю, что блогинг современный – это тупое, безидейное времяпрепровождение. Достаточно примитивное с точки зрения своего наполнения. Если вы проанализируете блогеров с точки зрения их идеологии, то вы поймете, что это в принципе в массе своей, если это не политический блогинг, подчеркиваю, если это не политический блогинг и не журналистский блогинг, а блогинг такой, я бы сказала, вкусовой, социально ориентированный, то это блогинг, лишенный какого-то смысла, идей, лишенный какого-то внятного наполнения. И если бы мы с вами были представителем другого поколения, мы бы сказали, что это тупость несусветная. И какой идиот вообще-то лайкает, занимается перепостами, где он взял 40 тысяч подписчиков. И в конечном счете выстреливает в интернет-сфере какая-то хрень или грязь. Большая часть перепостов, которые фактически здесь существуют, и лучше всего расшаривается социальный девиант, лучше всего расшаривается то, что выходит за границы адекватного, и возникает хороший вопрос. Вы студенты, которые делают медиа. Если я должна научить вас быть эффективными, значит я должна вам рассказать, как снять из-под полы стоптанные тапочки вашего профессора, выложить их в сеть со словами «Вот столько зарабатывает профессура Казанского университета» и получить огромное количество лайков и перепостов. Но во всем этом нет никакого смысла, во всем этом нет никакой цели, во всем этом нет никакой идеи. И с точки зрения корпоративных студенческих медиа это недопустимая история. Реальность совсем иная, и с этой реальностью вам приходится бороться. Вообще в моем представлении журналиста, который много лет уже делает медиа, я считаю, что университетские медиа – это болезнь. Всем хочется иметь свое университетское медиа. Каждому университету хочется иметь свой телеканал, газету, радиостанцию. На это назначают энергичных молодых людей, которые должны быстренько сделать свой телеканал, причем зачастую они плохо понимают, что они делают. И все это выплескивается в информационную сферу и уничтожает саму идею журналистики как таковой и идею журналистики как социального института, будем так говорить. Как это делать – непонятно. При этом у вас стоит дорогостоящее оборудование, фантастическое оборудование. В очень многих университетах стоит очень классное оборудование. И на выходе, собственно говоря, мы имеем весьма странный продукт, я бы сказала, такой куцый, кастрированный. Возникает хороший вопрос. Целевая аудитория ваших проектов – это кто? Это студенты или администрация? Я буду вам задавать вопросы. Вы, пожалуйста, на них мне отвечайте. Желательно громко, чтобы я вас слышала, и вас слышали ваши собственные коллеги. Потому что я предлагаю вам просто подумать немножко о других вещах, нежели чем рассказывать вам, что на 10-м месте в интернет-вариантах есть блоги. Это круто, конечно, но вопрос в том, как это применить. Ваша целевая аудитория – это кто? Это студенты или администрация? Да ладно. В этом заключается главная сложность вашего существования, коллеги. Вы, как и все СМИ в Российской Федерации, сейчас вынуждены жестко выполнять госзаказ и при этом привлекать аудиторию. И возникает хороший вопрос. Каким образом выполнить госзаказ, сделать приличное, красивое, прилизанное, очень правильное по подбору материала, очень красивое медиа, и при этом сделать так, чтобы вас смотрели ваши же собственные коллеги, ваши же собственные однокурсники, которые привыкли потреблять другой контент. Не такой официальный, не такой пафосный, не такой прилизанный. Они потребляют медиа по-другому. И это очень сложная проблема, потому что, с одной стороны, администрация хочет, чтобы вы ей привлекли сотни тысяч студентов, а с другой стороны, эти студенты категорически не хотят слушать информацию, конференции на тему трансформации ментальности ежей в зимний период. Это вообще никому не интересно, но при этом у вас есть некая задача. При этом, при всем, типы материалов, которые вы обязаны делать некие жизни студенчества, чтобы понравилось студенчество и жизнь администрации, так, чтобы все видели, как администрация хорошо и качественно работает. Только проблема заключается в том, что эти вещи практически не пересекаются. Вы живете в условиях страха сделать что-то не то из того, что не понравится этой самой администрации. При этом вас оценивает возрастная администрация, которая, в принципе, абсолютно далека от ценности идеалов того самого студенчества, потому что, я думаю, что вы хорошо знаете, что большинство руководителей университетов люди очень взрослые, мягко говоря, которые не то, что там блоги, мемасики вычислить не могут, они, в принципе, плохо понимают, зачем все это надо. И в их представлении идеальная форма коммуникации – это стендап. Причем желательно на фоне… не буду говорить. Все это спорождает огромное количество мертвых материалов, которые выполнены в форме отчетов с мероприятий, при этом за кадром это озвучено задорными детскими голосами. Сегодня прошла замечательная конференция об изменении ментальности ежей в зимний период. Вот что по этому поводу думает ректор нашего университета Иванов Иван Иванович. Ну ежи, это прекрасно. И это все должно привлечь студенческую аудиторию, сделать вас эффективным медиа, которая готова продвигать правильные, нужные, необходимые идеи в эту самую студенческую аудиторию. По сути, это идеологический клинч, конфронтация на грани фоллой, с которой вроде бы, видимо, нет никакого выхода. Опять же могу сказать, что это… О, Кабардино-Балкария пришла. Опять же хочу сказать, что это не просто проблема ваша как студенческих медиа. Ровно с теми же проблемами сталкиваются все практически медиаплощадки, которые на сегодняшний день принадлежат компаниям, аффилиированным с государством. Впрочем, и не только с государством, с коммерческими структурами в том числе. При этом, при всем, у вас еще есть сессии, лето и текучка кадров, потому что каждые полтора года ваша редакция обнуляется, приходят неофиты, которые теми же задорными детскими голосами задают все те же идиотские вопросы. Хороший вопрос. Кто та самая целевая аудитория, для которой вы должны работать, и что вам нужно, и что ей нужно? Я категорически не согласна с Ильей, что нельзя просчитать потребности аудитории. Просчитать потребности аудитории можно. Для этого существуют технологии, которые называются моделированием целевых групп. Аудитория просчитывается на основании косвенных признаков, такие как, например, поколенческие характеристики, стиль жизни, психографика, эмоции, инсайты. И на базе этих индикаторов можно просчитать целевую аудиторию ее потребности. Вот опять же, мы сегодня с утра встречались с казанскими ребятами, и на примере, опять же, Казанского университета мы обсуждали, как технически это можно сделать, если запускать медиа на Казанский университет. Администрация хочет, чтобы было красиво, чтобы было чем отчитываться, чтобы было прилично. Что еще хочет администрация? Какие задачи вам ставит администрация университета? Все? Этот список исчерпан тремя пунктами? А поднимите руку те студенческие медиа, которые никогда в жизни не задумывались о двойственности своего подчинения. Честный один оказался. Студенты. Студенты хотят, чтобы было красиво, чтобы было интересно, хайпово, идейно, полезно, чтобы этот материал содержал достаточно высокий процент вау-эффекта, чтобы было осмысленно, чтобы у проектов, которые вы читаете и потребляете, была добавленная стоимость. Это достаточно сложная, вроде бы, на первый взгляд, констатация, но она основана на том опыте, который мы прошли за год с различными проектами нашего медиа, когда мы пробовали от просто разнообразных проектов до сложносочиненных проектов. Я уже говорила к казанским ребятам, что по результатам нашего некого годового рейтинга самое большое количество просмотров, исчисляемое почти 80 тысячами, у нас получил проект путеводитель по музею Брестская крепость. Вроде бы, какое отношение Брестская крепость имеет к интересам современной молодежи? Никакого. Но проект был сделан так, что у него внутрь были зашиты достаточно интересные повороты и были использованы максимальное количество современных технологий, и при этом при всем там был хорошо подобранный контент. Этот проект читали, смотрели по нему, бродили с удовольствием. Это была такая большая бродилка по Брестской крепости. Вам бы, скорее всего, хотелось сделать то, что будет обсуждать, то, что будет массовым, то, что будет нравиться. Потребности разные, но, условно говоря, без вашей аудитории вы вообще ни капельки не нужны вашей администрации. Поэтому ваша задача заключается в том, чтобы по максимуму привлечь ту аудиторию, которая, по сути, которую потом вы сможете этой самой администрации продать. Следующий тезис, который я готова была бы вам озвучить, со всей безапелляционностью практика. В любом госзаказе нужно искать ракурс, который будет любопытен и интересен вашей целевой аудитории. Об этом говорил Дмитриев, об этом говорил Илья, когда говорил о варианте прокачки тех или иных идей, об этом говорил Максим. Значит, теперь попробуйте адаптировать под ваши задачи как университетских медиа. Из любого государственного заказа можно действительно сделать крутой проект. Причем проект, который будет с удовольствием расшариваться молодой аудитории, который будет ей нравиться, который будет эту аудиторию привлекать. Шаг 1. Вам нужно сформулировать для себя на берегу интересы администрации. Практически никто из вас, занимаясь студенческими медиа, не пытается сформулировать на берегу перед началом того или иного проекта, что от вас хочет администрация этим проектом. Она хочет от вас, цель ее какая? Многие из вас даже особенно не спрашивают. Ну нет, есть те, которых вызывают и говорят, значит так, мне нужно, чтобы было вот это, это, это. Но такое бывает достаточно редко. Следующий шаг. Нужно подумать, что в том, что сейчас происходит, и в происходящем может быть интересно целевой аудитории, для которой вы это делаете, то есть студентам. Что студентам, условно говоря, может быть интересно в истории проежиков, впадающих в зимнюю спячку. Вроде бы такой достаточно надуманный, натянутый пример, но при этом при всем, если сейчас бы мы с вами работали, и это был бы заказ, который бы на нас спустили по освещению той или иной конференции, мы бы с вами здесь сейчас сидели в редакции, это вопрос, который я бы задала вам, как представителям другого поколения. Дети, вообще вам интересны ежики? В массе своей? Нет. Хорошо, у нас нет выбора. Давайте придумаем, как развернуть этих чертовых ежиков, чтобы хотя бы кто-нибудь открыл из той аудитории, на которой мы собираемся работать. И дальше мы бы с вами занимались тем, что крутили бы этих ежиков до тех пор, пока не смогли бы найти ракурс, и подходя к спикеру за комментарием, вы бы задали ему вопрос от лица целевой аудитории. Словно там, сколько ежей вообще осталось? Зачем, почему ежи? Почему вы занимаетесь изучением ежей? Назовите, там, на улице 22 век, а вы изучаете ежей. Это бы сделало из вашего унылого проекта нечто более читаемое, слушаемое и закачиваемое, нежели чем просто тупой отчет. Как ваша аудитория сможет применить полученный проект? Что она будет делать с этим проектом? Скорее всего, большинство из вас мало задавались вопросом, для чего вы делаете свои проекты. Что с этими проектами будет делать ваша аудитория? Это, на самом деле, ключевой проект современных медиа, который переходит из категории бесконечного и плохо контролируемого творчества в сферу абсолютно прикладных вопросов. Наши медиа сейчас – это сервис. Сервис эмоциональный, сервис досуговый, сервис информационный, но если у него нет прикладного смысла, то аудитория его не потребляет. Я не буду сейчас углубляться в такие вещи, как информационный перегруз, девальвация информации, и же, и же, и же с ними, изменение журналистского ландшафта, просто поверьте мне на слово. Если в вашем проекте, если в том, что вы делаете, нет никакого крючка, который сможет сформулировать вашей аудитории, для чего она вообще должна это открыть, вы практически на 100% ничего с этим проектом не сделаете. Он, скорее всего, не выстрелит никак, даже если вы поставите на аватарку голую тетку, хотя, в принципе, голая тетка может и выстрелить, а может и нет, потому что все их уже видели. Этих теток в интернете достаточно много. Есть некий набор характеристик, которые позволяют вам понять, что вы можете предложить своей аудитории. Это может быть нечто очень полезное, это может быть нечто, содержащее очень мощный вау-эффект. Как показывает практика, все практически знают про вау-эффект, но при этом, при всем, как его вытащить из унылого текста, это отдельный тренинг. Это может быть что-то очень громкое, крупное, шумное и так далее, или это может быть ценностно ориентированное. Вчера здесь был задан вопрос, должны ли мы просвещать, например. Должны ли медиа просвещать. И Дмитриев сказал воспитанием и просвещением, пускай занимаются ваши родители. Хлопчик, а ты не хочешь представиться перед тем, как ты уходишь? А ты какой вуз? Прекрасно. А у тебя не хватило так-то не поворачиваться ко мне задницей, не вставать в интересную позу, а выйти с той стороны, где ты реально мог выйти, не прерывая лекцию? Молодец, иди. Это ваша аудитория? Нет, вы сейчас можете... Это как бы было как-то показательное выступление. Вот этот человек, который выходил поперек лекции, отклячив пятую точку, переступая через собственных однокурсников, это ваша целевая аудитория, и вы должны заставить его слушать и смотреть о деятельности факультета, причем желательно так, чтобы он из этого выносил какие-то добавленные смыслы. Не тешьте себя иллюзиями. Ваша работа, по большому счету, пустопорожнее трата времени, если вы не учитываете ментальность человека по имени Ильдар. Так вот. Под каждый госзаказ у вас должен быть подобран определенный набор жанров. Опять же говорю, что есть некий набор подходов, технологических схем, которые вы можете использовать для того, чтобы решить данную проблему. Под выполнение государственного заказа государственный заказ не так скучно и тоскливо, как кажется. Вы можете попробовать совмещать государственный заказ с очень интересным, качественным и эффективным, очень привлекательным творчеством, если вы научитесь этот баланс иметь. Совет очень конкретный. Попробуйте сформулировать для своих госзаказов конкретный набор жанров. Отшлифуйте их, сформулируйте по ним стайл-гайды. Сделайте из этого быструю, рутинную работу, в которую вы просто будете добавлять некие ракурсы и повороты, чтобы она не тратила, не забирала у вас огромное количество времени и освобождала вам время и возможности на творчество и креатив. О творчестве и креативе мы поговорим чуть позже. Соберите команду из людей, которые могут качественно и быстро это делать. Причем естественно, которым нравится общаться с официозом. Одна из серьезных проблем, которые я вижу, когда отсматриваю телевизионные каналы студенческие, или когда я смотрю, например, те или иные студенческие радиостанции, которые берут интервью у официальных лиц, это мне, например, безумно неловко за этих девочек, которые, трясясь разными запчастями, подходят к спикеру и, сгибаясь от неземного уважения, детскими голосами задают идиотские вопросы. Скажите, пожалуйста, а каково это быть ректором университета? И ты чувствуешь себя неловко за нее, и за себя, и за все, что происходит. Если вы понимаете, что вы эту проблему для себя решить не можете, найдите тех людей, которые чувствуют себя органично в этой работе, у которых хватает наглости подходить к большому человеку и не чувствовать себя неловко от того, что он подходит к большому человеку. По сути, я предлагаю вам решить проблему ваших университетских медиа неким компромиссом. Вы создаете быструю, мобильную, очень качественную команду, которая работает с официозом, работает качественно, быстро, очень эффективно и по-взрослому, и создаете команду креативщиков, которые занимаются производством арт-контента, который привлекает ту самую аудиторию студенческую, которую вам нужно привлечь, чтобы вас полюбила администрация. Это такой дом, который построил Джек, а это корова, которая в темном чулане хранится, которую вечно клюет синица, и дальше там через запятую. Опять же повторю, то, что вы сейчас проходите, тот опыт, который вы сейчас проходите, это опыт всех без исключения медиа современного этапа Российской Федерации. Любое серьезное профессиональное медиа вынуждено разваливаться на элементные частицы между желанием и своей основной задачей привлечь аудиторию, и задачами, которые перед ними ставятся владельцами либо государственными структурами. И последнее, если вы телеканал, то попробуйте мультимизировать то, что вы делаете в видео. Скажите мне, пожалуйста, я сейчас задам вопрос, а вы хорошо бы мне на него ответили, потому что у меня такое ощущение, что я веду веб-трансляцию. Где-то там вдалеке сотни миллионов слушателей. Значит, вопрос следующий. Скажите, пожалуйста, после того, как вы сделали сюжет, каким образом этот сюжет уходит в мультимедийное пространство? Я сейчас говорю, например, о телевизионном сюжете, о телерепортаже. Ну хорошо, что вы делаете после него? Вы его там залили себе куда-то в свой телеканал. Дальше что еще с ним происходит? Элементы этого проекта у вас уходят в соцсети? Не целиком ваш репортаж, а у вас есть система анонсирования, у вас есть некий пост-продакшн, у вас есть полная версия интервью представлена здесь, в данном конкретном месте, у вас есть слайд-шоу, которое вы можете выложить на страницу вашу в фейсбуке, для того, чтобы можно было посмотреть полную версию собранного материала, а не просто те самые куцые две минуты, которые вы взяли для того, чтобы вписаться в телевизионный формат. По большому счету мультимизация вашего контента это одна из ваших основных задач в нынешних условиях. Вы все дети другого поколения, вы позиционируете себя как людей, которые все знают про соцсети, все знают про интернет, все знают про монтаж, вы вообще много чего знаете, вы в этом смысле молодцы, между нами лет 20 с гаком разницы. Но при этом, при всем, вы все равно, попадая в какую-то систему производства, достаточно консервативно в ней работаете. Если вы делаете телевидение, то вы делаете телевидение и ничего больше. Если вы делаете провокационные соцсети, то вы работаете только с провокационным контентом в соцсетях и ничего больше. А где мультимизация этого эффекта? То, что вы делаете в качестве протокольного мероприятия для вашего телеканала, это огромный пласт контента, который вы можете выкинуть в мир другими каналами, соцсетями, фотографиями, элементами видео и так далее, и так далее, и так далее. Канал доставки, как соцсети, достаточно работающий. Почему вы можете ширить свой отпуск? Я и солнышко, я и море, я и волна, я и лошадка, и у вас хватает минимум на полгода, но при этом с одного мероприятия вы делаете один кусочек трехминутный. Зачем вы это делаете? Очень ключевой вопрос, который вы должны задавать себе почти все время. Я даже не буду спрашивать, есть ли у ваших проектов миссия и для чего вы вообще делаете свои проекты. Потому что, скорее всего, либо вы проблеете мне что-то несусветное, либо просто-напросто в этом не будет никакого смысла. Потому что миссия проекта, зачем я делаю этот проект? Это главное, чтобы было прикольно, это не ответ. Потому что сказали сделать, это не ответ. Миссия проекта это нечто большее, это то, ради чего вы тратите мое время как потребителя. Я тут ниже сформулировала шесть пунктов, которые безусловно работают на молодежную аудиторию без ограничений. Я готова подписаться под каждым из указанных пунктов. На самом деле, в России они работают на всех. Заложенные внутрь проекта ценности. Какой ценностно-ориентированности ваш проект? Попробуйте ответить на простой вопрос. Когда вы делаете официоз того или иного мероприятия, какой набор ценностных характеристик вы несете? Если вы не можете ответить, для чего вы это делаете и какие ценности зашиты в ваш материал, ну кроме того, что вы отчитываетесь перед начальством университета, или повышаете университетский престиж, то вы, по сути, просто так тратите эфирное пространство. Польза. Очень важный показатель. Польза. Вы все дети абсолютно конкретные. Очень частый вопрос, ответ, который я слышу от своих студентов, а зачем мне это надо, как я смогу это применить? Но при этом, когда вы же делаете медиа, вы не думаете об этом с точки зрения ваших потребителей. Что они будут делать с вашим, как они смогут его применить? Какой выхлоп из этого, что вы сделали? Просвещение. Все концепции инфотеймента, которые существуют сейчас в сфере современных медиа, проходят на ура, потому что система легких знаний это то, чем живет современное поколение. В 70-х годах был такой Абрахам Моль, который создал теорию клипового сознания. Если вы не читали, попробуйте полистать, это очень сложно, но хотя бы какие-то фрагменты вам будут понятны. Он Моль шубы ест. Ну, Моль. Простите. Так вот, к разговору о клиповом сознании. Вот мы, более старшее поколение, мы живем гуманитарным сознанием. Мы изучаем один этап, потом переходим ко второму этапу, потом переходим к третьему, потом мы умираем, потому что жизни не хватает, жизнь заканчивается. Чем больше информации набирается, тем меньше шансов охватить все сферы знания. Поэтому современное поколение живет клиповым сознанием, клиповым мышлением. Вы нахватываете кусочки, из которых вы собираете себе индивидуальный пазл мировосприятия. И вам категорически не хватает реального знания, реального образования. Поэтому вы его добираете, досасываете, где только можно. И система инфотеймента, система легких знаний, преподнесенных в развлекательной форме, для вас является очень важным каналом потребления. Если вы научитесь со своим студенческим сообществом общаться с системой легких знаний, неважно, что это будет, не знаю, облегченный словарь, античной литературы перед экзаменом по античке, сделанной в виде инфографики, или словарь олимпиады, сделанный перед олимпиадой, или инфографика о жизни ежика в одном слайде, жизненные циклы ежа. Это прокатит намного лучше, нежели, чем вы загрузите двухчасовую конференцию в звуке или в видео, или комментарии лектора. Вы не согласны? Эмоции. Я утверждаю, что все медиа продюсируют эмоции. Я утверждаю, что вы производите не контент, вы производите не репортажи, вы производите то, что продюсирует эмоции, а ваша аудитория эти эмоции потребляет. Главное, то, что продюсируют университетские медиа, они продюсируют тоску. Потому что, да, а как? Наконец-то заговорили. Надо было сразу это сделать. Пожалуйста. Пункт 6. Красиво. Когда ты сказала, я хочу что их сделать там на весну? Настроить. Пункт 6. Все остальное – это тоска. Опять же, я хорошо понимаю, что я сейчас утрирую, но у нас всего час, а в мои задачи входит попробовать немножко развернуть вас другую точку зрения, дать вам другую точку зрения, попробовать вас посмотреть на то, что вы делаете немножко критически. Вот вам 6 пунктов. Попробуйте проанализировать фактически то, что у вас происходит непосредственно в эфире. и ответить для себя на вопрос, то, что вы делаете, куда вкладывается, ну, кроме пункта в скобочках, про то, что университетские медиа производят тоску. Был такой американский дядька Херст. Это основоположник и идеолог желтых медиа. Он создал теорию желтой прессы. Он утверждал, что миром управляют буквы «С» страх, смерть, секс, смех. Сюда можно добавить suspense, спорт и так далее, так далее, так далее. Куча всего на буквы «С». Удивительное дело. Столько лет прошло, но в России все равно это на буквы «С». Когда я училась в университете на журфаке, а я оканчивала журфак МГУ, и я помню, когда я сидела на первом курсе, на первой парте, как эта отличница, я думала, боже мой, не может быть, чтобы человечество было настолько бездарно, примитивно. Как же так? О высокие эмоции, о продюсировании весны, о подвиг, о куче всего того, что на самом деле может драйвить человека. О сбор макулатуры, в конце концов. О Александр Матросов. 17 лет я делаю медиа. Я делаю очень многие разные радиостанции. Я 17 лет опровергаю формулу Херста, и Херст побеждает. И в этом заключается ужас, реальность нашего с вами существования. Потому что все то, что сверху вот этого, это ваша адская работа. А все, что сверху над, ну то, что секс, смерть, спорты, ижи с ними, это то самое, что так легко потребляется без ваших усилий. При этом при всем. Внизу я привела вам список позиций, которые позволят сделать ваши проекты беспроигрышными. Даже если по трем пунктам ваши проекты будут подходить, то вы уже попробуете цепануть свою аудиторию и сделать так, чтобы эта аудитория была с вами. Умиление. После событий 2014-2015 года мировосприятие поменялось не только в России, но во всем мире. Не нужно тешить себя иллюзиями. Мир находится на грани тяжелых разных событий, и медиапотребление поменялось очень серьезно. Был переизбыток суровой реальности на телеканалах, в газетах, на фотографиях и так далее. Если вы сидели за информационной картиной войны на Украине, то вы понимаете прекрасно, что показать труп разорванного на части ребенка по центральному каналу было нормой. Человеческое сознание это все переварить не может. Вступает в игру другая история. Майдинг начинает качаться в другую сторону. Вы обратили внимание, с каким наслаждением сейчас расшариваются и любятся все то, что вызывает у нас умиление? Чистые, голые эмоции. Кисики, пандочки, енотики, детишки, эти умильные собачки. Вы будете смеяться, но среди потребителей этого контента огромное количество взрослых мужиков за 40. которые, например, составляют фан-клуб любителей енотов. Это страшно. Это означает, что эти люди сублимируют и ищут чистые материи в том, что человечество руками спродюсировать им не может. Поэтому они потребляют то, что вызывает у них абсолютно чистую эмоцию умиления. Я не предлагаю вам наполнить ваши университетские медиа енотиками. Я боюсь, что это никто не поймет. Но в принципе это механизм, который работает. Чистая эмоция. Сейчас я об этом скажу. Это абсолютное начало. Чистое начало. Вы наверняка все видели ролик, например, как енот ворует, подбегает к кошачьей миске, хватает лапами кошачьей корма на задних ногах, как человек убегает в пространство. Не видели? Посмотрите, это мило. Не, я серьезно говорю. Потом вы мне напишите. Вика, пропадите вы пропадом. Теперь у меня в ленте одни еноты. Что это такое? По сути, это вариация на тему чистых эмоций. У нас очень мало осталось чистых эмоций, которые могут вызывать безусловную реакцию. Поэтому так популярны котики. Вы обратили внимание, что одно время в самый разгар украинской компании первый канал начал постить котиков. Наверное, вы не обратили внимание. Первый канал и котики это был один из самых обсуждаемых трендов, который реально обсуждался медийной средой. Типа, все, ребята, первый канал начал постить котиков. У них проходили котики, у них последней новостью были животные. Как вариант way out. Не будем в это уходить. конечно. Ну, хоть из котиков высосать. Чистая красота. Я хочу сделать что-то так, чтобы люди фотографировали весну. Весна это некая абсолютная красота. Вот если бы ты пыталась объяснить людям, что нужно фотографировать пара олимпийцев и показывать их уродство как красоту, это бы вызывало спорные эмоции. А весна это чистая эмоция. Я сейчас надеюсь, что все правильно поняли лексику, которую я употребила. Нет ли тех, кого я оскорбила неожиданно некорректным употреблением лексики? Люди, которые нас удивили. Есть старая формула советской публицистики 60-х годов. Человек человеку о человеке. Моя любимая формула, хотя она была изобретена людьми, которые строили БАМ и поднимали целину журналистами, которые там жили годами и копали эти, прорубались сквозь эту тайгу и вскапывали эту целину. Очень все просто. Если вы будете рассказывать человеческие истории, то в этой ситуации вы всегда будете в плюсе. Человеческая история перебьет любой унылый контент. Расскажите про ученого, который 60 лет изучает сон ежей. И задайте ему вопрос, а вам не жалко жизни, которую вы потратили на изучение ежей? И получите от него честный ответ. Этот честный ответ сделает вам материал. И вы получите расшарку на медузе. Я серьезно говорю, если вы возьмете интервью у человека, который 60 лет изучает зимний сон ежей, и он вам честно ответит на вопрос, почему он именно на ежей слил свою человеческую жизнь, то это то, что будет растащено крупными медиа, потому что подобного рода человеческие истории всегда в плюсе, даже если они сделаны студентами. У вас по факультетам ходят толпы людей, которые уникальны, которые тратят свою жизнь на странные вещи. И при этом они двигают науку, и они великие. И вы ничего про них не знаете, по большому счету. Они для вас всего лишь функция, либо объект для стендапа, либо не объект для стендапа. Трихоните людей, которые реально могут удивить вас и создать добавленную стоимость вашему университету, формулировать чувство гордости за этот университет, потому что там есть человек, который 60 лет изучает ежей. У вас был вопрос? Да, если можно, а то я что-то посадила связки. Сторис. А сколько нам времени осталось? не надо уже? Значит, сторис. Искусство стори-теллинга это по большому счету достаточно серьезная задача, которая стоит перед вами. Мало просто того, что вы найдете этого человека с ежами, вам еще нужно красиво изложить свою точку зрения на бумаге или сделать про него интересный сюжет. Это достаточно тоже серьезная задача. Если у нас будет время, я готова про это немножко рассказать. Вау-эффект. Вы все слышали про этот вау-эффект. Что вы знаете про этот термин? Вам знаком этот термин? Что это значит? Дети, если вы не знаете, говорите нет. ты сейчас говоришь в негативном формате, а если говорить про вау-эффект в позитивном формате? Кто из вас подписан на проект культурология? Ради интереса попробуйте, подпишитесь. Все сюжеты, которые проходят в проекте культурология, проходят через призму вау-эффекта. Причем они не все с очень мощным позитивным началом. Вау-эффект это не обязательно грязь. Вау-эффект это тот неожиданный факт, который меняет наши отношения о действительности. Сколько лет было Добролюбову, когда он умер? 25. Вы знаете, сколько вам лет? Некоторые я думаю, что да. Спасибо огромное. Вы понимаете, что все те собрания сочинений, которые Добролюбов написал за 25 лет, он написал за 25 лет. Некоторые из детского возраста не выходят к этому времени, а он уже умер. Если вы правильно этот факт поднесете, это будет тот самый вау-эффект, который оставит после вкуса в рамках вашего проекта. Вау-эффект вызывает все, что выходит за границы признанного, допустимого. вот в истории с ежиками, которые я придумала по ходу дела, у меня не было никакого примера, но раз уж ежики пошли, значит будем мучить ежиков. История с ежиками, вау-эффект в этой истории при правильном ракурсе, это как раз человек, который потратил 60 лет на изучение зимнего сна ежиков, потому что это то, что вызывает у вас эмоции, недоумение, удивление, уважение или фразу бред какой-то, зачем? Истории с вау-эффектом заходят всегда намного лучше, чем что бы то ни было. Инфотеймент, система легких знаний, да, я вам уже об этом сказала, локализация, все, что происходит в границах ближайшего вашего окружения, намного лучше воспринимается, чем где-то там далеко. Трясите свой университет намного более плотнее, чем вам кажется. Вообще университет это всегда уникальные места, там много всего интересного, другой вопрос, что вы до этого не доходите, у вас не хватает чуйки собачьей на мясо, простите. Что убивает любой проект? Пафос. Две трети проектов, которые вы делаете, дико пафосные. Вы не можете говорить об очень простых вещах простым языком, вас тянет в комсомольский задор. Вот понимаете, вот у меня такое ощущение, что я смотрю отчеты комсомольских мероприятий. Жизнерадостные мальчики и девочки, которые стройными рядами шагают в светлое будущее. Вы же так не общаетесь между собой. Я представляю себе, здравствуй, Маша, здравствуй, Катя, я сейчас тебе расскажу, как вы вчера замечательно бухнули. Я бы налила бы вам чего-нибудь после этого. Скажу, что ты курил вчера. Это очень серьезная проблема, дети. Не надо создавать то, чем вы не являетесь, будьте естественными, вы убиваете этим содержание. Игра в патриотизм. Не надо выпучивать из себя то, чем это не является. Патриотизм не визуализируется, не вербализируется. Это очень внутренние, сложно сочиненные эмоции. Не надо в это играть. Сейчас, да, я закончу, а потом ты задашь. У нас будет немножко времени. Восторженность и глупость. Почему-то считается, что на телевидении могут работать женщины одного стандарта. При этом они все в массе своей не очень интеллектуально безображены. А вопросы, которые они зачастую задают, показывают эту их интеллектуальную девиацию и подчеркивают ее. И это уничтожает то, что вы делаете. Вы лучше выберите ту девочку или того мальчика, который будет реально органично смотреться в том, что он делает. Услышьте меня, пожалуйста. Выберите того, кто будет в этом органичен. Тогда вы победите. формальный подход. Сейчас я подойду и по формальному принципу задам несколько вопросов. То, что вам не интересен ваш собеседник, слышно и видно, и камера, и радио, и газета транслируют вашу скуку от того, что вы делаете. Если вам не интересно самим, вы никогда не сможете заинтересовать своего собеседника и аудиторию, которая стоит за вами. Никогда. Это туда же, куда уходят глупости и все остальное. Повторяемость мероприятий. Страшная штука, когда у тебя каждый день 1 сентября, в смысле каждый год 1 сентября. 1 сентября приходит каждый год. Конференция февральская в МГУ бывает каждый год. Туда приезжают одни и те же люди с одними и теми же идеями. Все производят одни и те же речи. И тебе нужно каждый раз сделать нечто интересное, оригинальное. Это решается проблемой только брейнсторма и поиска ракурсов. В этом году мы будем говорить об этом через призму ветеранов, через призму молодых ученых, через призму инновационных теорий, представленных на этой конференции, через призму студентов, которые впервые выступили на этой конференции. И так далее, и так далее, и так далее. Вы крутите это до тех пор, пока у этого не появляется мясо и смысл. У нас с ребятами, которые работают, есть такая игра, которая называется «Напиши 10 вопросов, потом открой предыдущее мероприятие и найди отличие». Когда мы в эту игру сыграли первый раз, ко мне пришли мои дети, которые сказали, «Туре Александровне, мы уходим из профессии». Потому что оказалось, что год спустя они написали тот же самый набор вопросов, что и в первый раз. Фотографии те же самые. У нас действует запрет. Вартанову на фоне портрета Ломоносову не снимаем. У нас есть такой огромный портрет Ломоносова на журфаке, если вы когда-нибудь видели. Вот там запрещено снимать Вартанову. Ее двигают под фикус, там еще куда-то, только чтобы не на фоне Ломоносова, потому что она на фоне Ломоносова всю свою жизнь стоит. И, конечно, отсутствие профессиональных компетенций. Очень серьезная проблема, но я боюсь, мы об этом уже не успеем поговорить. Творчество. Зачем вам в ваших редакциях нужны творческие проекты? Я настаиваю на том, что при той рутине, которую вы делаете, у вас должны быть творческие проекты. Продюсировать весну нужно с драйвом и не в одиночку. Это должен быть спецпроект канала, который в этом сезоне продюсирует весну, но продюсирует он ее так, что это делает неодинокая девочка. Как тебя зовут? Неодинокая девочка Наталья, которая из последних сил продюсирует хорошие эмоции, а это делает целый канал. И тогда это имеет масштабность. Почему нужны творческие проекты? Через год работы на стендапах вы возненавидите журналистику до конца своих дней. Когда вы пойдете на второй год освещения первого сентября, вы проклянете университет. Через пять лет работы в студенческом медиа вы будете любить ежей с их зимней спячкой больше, чем родной университет. Проблема выгорания в нашей профессии очень серьезная. Выгорают все. Мы как врачи. Первый год тебе всех жалко, через 10 лет у тебя уже есть собственное кладбище, через 20 ты уже даже не дергаешься. Это очень серьезная проблема, проблема выгорания. Чтобы ее решить, вы должны уметь чередовать рутину и творчество, рутину и творчество. Более того, творческие проекты на телеканалах это индикация жизни телеканала. Причем чем артхауснее проект, вроде бы глупость, но зачем делать продюсирование весны? Извини, я забыла слово, которое там употребила, я добавила свое. Зачем это, по идее, делать? Фотопроект про весну это индикация жизни. Это говорит о том, что на вашем канале есть жизнь, кроме административки, дурацких ток-шоу, жизнерадостных девочек на фоне разных административных мероприятий и странных событий, куда вы ездите в город. Способ коммуникации с аудиторией. Расшариваться будет не стендап-ректор, расшариваться будет продюсирование весны. И ваша аудитория будет понимать, что в жизни есть и ректор, и весна. И это очень важная история. Более высокий уровень производства. Административка – это рутина. Ты ее раз отстроил, за второй раз ты ее дотюнил, и дальше ты забыл. Все остальное ты делаешь на автопилоте. Творчество – это возможность попробовать новые технологии, новые подходы. И сервисность против творчества – это две опоры медиа. С одной стороны, медиа – это сервис. Вы оказываете услуги. С другой стороны, медиа должны развивать в человеке нечто большее, чем просто потребление. Это не потребительская история. Да, еще раз повторю, у всего должна быть своя дополнительно добавленная стоимость. Советы. Разложите редакцию на креативщиков и консерваторов. Как я их называю, волки и творцы. Волки приносят мясо, творцы его едят. Закон бизнеса. Соберите творцов в продюсерские группы для производства проектов для души. Перед каждым выходом в люди, ну, я имею в виду на дело, ищите то, что выходит за границы обыденности и вытаскивайте его на поверхность. Фиксируйте вопросы прошлого раза, сохраняйте исходники сценарии при повторяющихся мероприятиях. Это вас спасет от бесконечно одинаковых клонированных проектов. Испериментируйте с жанрами и формами, и форматами. Рейтинги, опросы и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Не знаю, игры, квесты, все то, что потребляется современным потребителям. Любую форму, скажем так, самое унылое содержание можно залить в интересную форму. Кадры в проект отбирайте по компетенциям и единомыслию. У меня есть очень любимый фильм, он спорный с точки зрения, если бы я была учительницей в школе, я бы не стала его рекомендовать к просмотру, но вы уже дети взрослые, поэтому я могу, в принципе, вам его порекомендовать. Старый американский фильм, из которого называется «Убрать перископ». Сюжет очень простой, я спойлерить не буду, но одного из лучших капитанов в подводной лодке ссылают на богом забытую старую ржавую подводную лодку для выполнения очень сложной задачи. И для того, чтобы он эту задачу провалил, ему собираются со всего флота подводного самых странных людей в команду. То есть там, что ни человек, то фрик. И с этими придурками он должен выполнить невыполнимую задачу и победить. Это уникальный фильм по командному управлению. Естественно, там все будет хорошо в конце, но если вы хотите посмотреть, как делать невозможное не с лучшими, а с худшими, а я искренне верю в то, что можно сделать уникальные вещи с худшими. Посмотрите этот фильм, он реально прикольный. Я убеждена, что мозг – это мышца. Будешь качать, будет гнуться. Нет нереализуемых задач. Есть ленность, шаблонированность и страх подступиться к тем или иным вопросам с нестандартной стороны. Если все идут по первой лестнице, пойдите по центру или по крайней. Идите туда, куда идут все. Да, безусловно, у вас есть вероятность, что те, кто у вас заказывает материалы, будут хотеть, чтобы было так же, как у Ивана Ивановича. Ну, покажите тогда, что у Ивана Ивановича так себе. А вот то, что мы сделаем для Ивана Семеновича – это вау. По большому счету, учитывая рост популярности университетских медиа сейчас, то, сколько усилий вкладывается в эти университетские медиа. Я не могу сказать, что я страшно довольна тем, что происходит, потому что я как журналист и преподаватель журналистики Московского государственного университета, МГУ, я против толп неофитов, которые будут мотыляться под ногами через 10 лет с набором недокомпетенций, если вы понимаете, о чем я говорю. Но при этом, если вы уже существуете, так давайте вы попробуйте делать медиа, которые действительно будут классными. Потому что через 10 лет, если вы решите остаться в этой профессии, вы придете в большую медийку. И вы должны к этому моменту научиться работать так, чтобы вас покупали те, кому вы вообще не нужны. Борьба за аудиторию – это мощная история. Мы сегодня шли с молодым человеком, меня вел молодой человек сюда, через ваши горки, перегорки. И мы стояли на лестнице, и нам сейчас спускались люди. И очень простой вопрос у этих людей, что их объединяет, как их заставить слушать одно медиа. Одно. Не в смысле, что нет выбора, а чтобы все эти разные люди слушали одно медиа. Советы, которые я вам сегодня дала, я дала их из реальной действующей практики по кризисному управлению контентом современных медийных площадок. Попробуйте применить их на практике в том маленьком деле, которое вы делаете. История про ежиков, какая бы смешная она ни была, пускай она у вас останется в голове, потому что, когда вам нужно будет придумать ракурс, все теоретические исходники вы забудете, а историю про ежиков вы запомните на всю жизнь и про человека, который 60 лет наблюдал за сном ежиков. В этой истории все. Вау-эффект, человеческий фактор, умиление, восторг, чистые эмоции и даже их управление. Потому что только в нашей стране есть люди, которые 60 лет наблюдают ежиков. Я подозреваю, что мое время истекло. Давно, наверное, уже, да? Значит, если у вас есть вопросы, задавайте, я готова ответить. Академия,